Всем привет дорогие друзья, с вами Можд и мы находимся в игре Ark Survival Evolved. И сегодня у нас снова обзор на один интересный мод, который называется Ark Additions The Collections. По-моему как-то так я его само собой в описании прикреплю. Данный мод добавляет нам 4 новых сбалансированных существ, у которых есть свои интересные способности, возможность спаривания, рождения и просто красивое создание. Погнали! Сегодня в серии. Дейнаних Архелон Дейнозух Иксифактин Сразу скажу, что все эти создания не являются рискином, это отдельно новые создания. Начнем мы с Дейнаниха. Данный хищник является чуть-чуть более крупным и пернатым чем Раптор, охотится в стаях от 3 и более. Его может притомить, седло на него делается с 39 уровня и обитает он в принципе везде. Посмотрим же на его статы и способности. Двенадцатый левел, почти 500 хп, 525, 78 до 1000, 96 до 1200, ну и аберратный он у нас отдельно 340. В чем суть то, что у них есть стайность, видите, плюс 2, плюс 3 и так далее у них пойдет. По поводу их способностей, вот это вот очень интересное создание, почему? На левую обычный укус, на правую прыжок с захватом, как у обычного Раптора. А вот на С происходит вызов хищника, то есть зов стаи. И как вы можете видеть, не аберратные, а нормальные сородичи ему отвечают. Как по мне, весьма интересный и красивый динозаврик. Весьма не проработан графически с перьями, но по-моему издалека смотрится весьма красиво. Клюв сделан прям вот, ну сделано как надо. Я бы поставил вот в том, прям вот девяточку из 10 по красоте, по способностям, классно. К концу ролика мы их поспариваем, посмотрим на яйца и так далее. Но реально красивый вид. Теперь у нас Архелон, огромная дистатическая морская черепаха. В чем у нее фишка, сразу могу сказать, это огромное седло, в котором помещается еще 4 человека. Далее, она устойчива к ударному эффекту от медуз и угрей. Плюс она создана для того, чтобы очень быстро формить биотоксин. Также очень важно отметить то, что при вылуплении детенышей должны находиться недалеко от воды. Иначе спустя 5 минут они могут умереть, поэтому не спаривайте ее далеко от берега. По земле, как вы можете видеть, она ползает весьма медленно. А вот по воде, сейчас посмотрим. Заплывай. Бум! Погружается и поплыла. Весьма быстро, давайте проверим ее ударные способности. По 52 весьма маловато. Ну, проверим с медузы что-нибудь. Так, ну что. Медузы. Урон по ним бешеный. По обычной акуле, черепаха наносила по 50 урона. По медузе 1350. И получается, она фармит у нас биотоксин 80. Джелли Фиш Киллер. Да, у нее стоит баф убийцы медуз. Ну и плюс она фармит биотоксин. Да, классно. Вот такая вот четырехместная медуза фармящая черепашка. Чуть не забыл проверить статы. 30 левел, 3500 кп почти. Очень хорошо со стаминой, хороший очень вес. Как по мне, черепаха реально классная. Ну а теперь, да и назух. С на левую кнопку мыши вы можете бить перед собой. Вот. Можете бить вбок. Можете бить аж на 360. То есть, если вас окружили, это вообще не проблема. Вы можете с любой стороны убить оппонента. По урону. 135 по дудошке. В принципе, неплохо, но. А как насчет более сильного удара? Сейчас покажу вам все. На правую кнопку мыши у крокодила более медленный, но мощный челесной удар. Который наносит урона вроде бы не намного больше, но. Этот удар накладывает кровотечение. Сейчас мы это проверим на каком-нибудь летающем создании. Но пока мы туда идем, посмотрим на скорость. Скорость весьма хорошая на самом деле у данного крокодила. Так, ну что, вот и Птер. Удар. И у Птера кровоток, и он не может никуда от нас улететь. И мы спокойно его добиваем. Очень круто. Так, ну а на С у данного крокодила идет отталкивание. Но, чтобы оно сработало, нужно подойти чуть-чуть поближе к врагу. Предположим, черепашка наш враг. Какой-нибудь там персонаж вражеский. Не знаю, что угодно. Подходим. Нет, не работает так. Нужно прям хвостом, да? Вот. И черепаха, как от удара виверной, откидывается. И при этом всем она на вас не агрится. А вот наши рыбки. Ксифактины. Классные, очень огромные рыбы-убийцы. Очень похожие были у нас в игре Обливион. В свое время. Давайте сейчас их засистим. Рыбы не являются очень хпшными, на самом деле. Такие средненькие. Но они являются крайне быстрыми и крайне выносливыми. При всем этом, также, они являются стайным животным. Так, у них тоже стоит штучка с вожаком. Как вы можете видеть, они с огромной скоростью расправляются с животными. Предположим, акулу они убили в считанные секунды. Пойдем поглубже. Посмотрим, попробуем найти ковоинт поопаснее, чем обычные акулы. И проверим, как вообще сработает все это. Атакуем, атакуем. Так, первые странности. Они не могут по Дунклеастею нормально попасть. Безо своей скорости. Так, интересно. На самом деле это странно как-то. То есть самому проще. Акулу они убивают легко. А вокруг акулы они крутятся, правильно? И грызут ее. Вот. Но с Дунклеастеем... Ходи посмотрим. Они просто летают вокруг друг друга. Не знаю, не знаю, с чем это может быть связано. Давайте-ка пробуем их отвезти. Насколько я читал, у них есть такая штучка. То есть там было написано с перевода, что... Когда, предположим, их много, и по ним проходит урон, то они вроде как переходят в состояние бешенства. Может быть это было как раз-таки вот эта вот штучка, я не знаю. Ну... Не уверен, не уверен. Рыба весьма неудобная в стайности. Одиночку нормальная. Но также ее можно спаривать. Поэтому давайте-ка, раз уж мы их всех посмотрели, попробуем сейчас каждое из животных спарить и проверить, как выглядят детишки у них. Так. Ну что, ребята. Она родилась, не успела заснять. Вот она выскочила. У нее пошло взросление, уже полтора процентика. Вот так вот она у нас выглядит. Маленькая такая рыбеха. То есть, видите, спаривание отдельных этих новых существ с рыбой точно работает. Теперь давайте проверим на остальных. На остальных созданиях, работает ли спаривание. И рождаются ли там реально эти новые виды или нет. Если рождается, то мод реально классный, все сделано хорошо. И просто подведем уже небольшие итоги. Рыбка уплывая в свободное плавание, она больше не нужна, ты работаешь. Смотрим на вылупление. Работает, нет? Да, крокодил работает. С крокодилом все хорошо. Вот он родился. Такой же ты не саркозук. Имя ему было дано. Процесс пошел, статы есть. Все хорошо, пусть идет дальше. Опа-на. А у нас тут и двойня. Есть. Есть. То есть, с ними работает даже двойня. Не только по одному. То есть, хорошо, все максимально проработанное. Я так понимаю, теперь они как отдельный вид существ у нас под вид работают. Все супер круто. То есть, у них уже рост пошел очень быстро, так как это, можно сказать, рапторы. И остается у нас 10 секунд до рождения черепахи. Посмотрим на размер детеныша. Мне кажется, будет что-то большое. Ну-ка. Нет, маленькая черепашка рождается прямо вообще карликовая, а превратится реально в огромную. Ну что, подойдем к итогу данной модификации. Как по мне, модификация достойная, чтобы ее использовать даже не просто в локалке и вентах, а даже на серверах. Почему бы не добавить просто 4 новых существа? Они вроде бы не им балансные. Добыча от черепахи и медуз. Это нормально, прикольно. Можно кататься все вместе. Крокодил. Он не очень-то сильный, но приносит свой баланс, свою игровую механику. Рапторы просто как отдельный новый подвид рапторов. Вот эти вот именно, да и на нихи, по-моему. И рыбы. Ну они не такие уж прям в стае жесткие, чтобы всех убивать. Они лагают, как видите, чуть-чуть тупят. Ну, в принципе, это происходит со всеми животными, у кого большая скорость. Я замечаю в арке, поэтому я не считаю, что это баг мода. Наверное, данному моду даже можно дать 10 баллов. Прям идеально. Все проработано пока что без багов, каких-либо лагов. Красивое и нарисованное создание. Интересная механика способностей. Работает живорождение, точнее, работает спаривание, работает рождение, работает двойня, видимо тройня тоже. Ну что ж, я думаю, на этом все, ребят. Напишите в комментариях, как вам данная модификация, понравилась ли вам она. Видели ли вы ее раньше, потому что раньше она была по отдельным видам. Ну а на этом все. Если вам понравилось, то само собой ставьте лайки, комментируйте, а также подписывайтесь на мой канал и на паблик вконтакте. А с вами был Можд. И всем пока, друзья. И до скорых встреч.